Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 11 главу. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я, и я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорить тому божественную ответ? Я соблюл семя тысячи человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Так и ныне. Время по избранию благодати сохраняется остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же Израиль? Чего искал? Того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видит, и уши которыми не слышит даже до сего дня. Так начинает 11 главу святой апостол Павел, говоря о Израиле и о остатке. Он на протяжении, как я уже и снова говорю, продолжает послание к римлянам и проводит эту главную тему, что у Бога нет ни Елена, ни Иудея. Но тем не менее он обращает внимание на избранность, на избранность народа Божия, что в этом есть промысел Божий, но тем не менее сразу же приводит пример, чтобы не возгордился и народ Божий избранный, что остаток это те, кто не преклонился перед валом. То есть, таким образом, мы видим, что апостол говорит о верности человека Богу и об избрании Бога человека. «Неужели Бог отверг народ свой никак, ибо я и израильтянин?» Этими словами начинает апостол Павел. И далее во всем тексте происходит как бы разворот этой мысли. Вот о чем пишет святитель Амросим Диоланский. Цитата. «Поскольку Павел изобразил народ Израиля неверующим, то, чтобы не думалось, что он сказал, будто они все неверующие, он теперь показывает, что Бог не отверг наследие, которое он обещал сынам Авраама, предведая о них, что они не поверят. Ведь Бог не стал бы обещать им царство, если бы знал, что никто из них не поверит». На своем примере Павел учит, что часть Израиля, о которой Бог предведал, что она, безусловно, спасена, и действительно была спасена часть же Израиля за непрестанной неверие предназначена к погибели. Конец цитаты. То есть мы видим, что избранничество и говорить о том, что мы дети Авраам по плоти, не дает само по себе какого-то преимущества. Но тем не менее апостол Павел будет об этом говорить и далее, что те, кто призван, те, кто избран, что они возлюблены, но тем не менее отвергающиеся Господа отвергаются сами от путей спасения. Если по благодати, как мы прочитали в 6 стихе, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее. Цитата. «Благодать спасает желающих». Цитата. «А если благодатью, — говорит Павел, — то почему не все мы спасаемся?» Задается вопросом свидетель и отвечает. «Потому что не хотите. Ведь благодать, хоть она и благодать, спасает человека по доброй его воле, а не нежелающих и отворачивающих от нее, и постоянно враждующих и противящихся ей». То есть, святитель Иоанн Златоуст говорит, что спасает тех, кто по доброй воле, а не желающих и отворачивающихся от нее, и постоянно враждующихся, и противящихся ей не спасает. Почему? Бог не нарушает свободу человека. Поэтому благодать — это не значит вседозволенность. Как сегодня есть эти модные теории, что Бог, Он спасет всех, потому что Он любовь, якобы любовь всепопускающая. Нет. Это неправда. Это обман. Он осужден не одним Вселенским Собором. Все определения есть. Как Бог может спасти того человека, который не хочет этого? Не будет ли это насилие над самим человеком? Ведь человек этого не хочет. Здесь нарушается свобода человека. «Израиль, чего искал, того не получил». Седьмой стих. «И что же, — пишет апостол, — «Израиль, чего искал, того не получил, избранные не получили, а прочие ожесточились». Кирилл Александрийский, святитель, пишет по этому поводу. Цитата. «Израиль искал оправдание от закона. Как же можно было ему оправдаться, — говорит апостол, — если никто не исполнил закона?» Действительно, весь закон исполнить невозможно. Это 316 митцвод. Запретительные, положительные, больше запретительных, неже повелевающих. Кто может похвастаться, что исполнил весь закон? Итак, продолжает святитель Кирилл Александрийский. «Израиль искал оправдание через прообраз, но не достиг его». То есть через закон. И говорит о том, что закон — это был прообраз, который указывал на Христа. Или, как принято сегодня говорить в богословии, типология. То, что было там, воплотилось во всей полноте в Новом Завете. В Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе. «Однако избранный, продолжает святитель, и выдающиеся среди прочих людей достигли его благодаря послушанию, ибо они были оправданы верою. Остальные же, то есть упрямые и невсприимчивые к увещеваниям, остались глухи». Действительно так. И здесь Кирилл Александрийский указывает, что закон был дан для воспитания и приведения человека ко Христу. То, о чем апостол Павел скажет, что закон — детоводитель ко Христу. И он указывал на спасительную жертву Христа. Но люди думали, что, формализовав этот закон, думали, что достаточно исполнения его, и этим можно ограничиться. Не увидели в нем, в исполнении закона, не увидели, к чему он ведет. А лучше сказать, к кому он ведет. И мы читаем далее. Как написано, «Бог дал им дух усыпления, глаза которым не видят, и уши которым не слышат даже до сего дня». Действительно, подобные слова мы встречаем и второзаконие в книге и у пророка Исаии, и слышим их, в общем-то, и из уст самого Спасителя. Он так и говорит. «Имеете глаза и не видите, имеете уши и не слышите». И Давид говорит, продолжая дальше цитировать, ст. апостол Павел, знакомые тексты для иудеев, обращая к ним эти слова, «И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, в возмездии им, да промочаются глаза их, чтобы не видеть их, хребет их, да будет сгоблен навсегда». Такие слова. Что они означают? Вот по этому поводу пишет блаженный Родин Стридонский. Цитата. «Это сказано, о какой трапезе идет речь? Это сказано о той трапезе, где они радовались смерти Христа, съедая Пасху». Конец цитаты. Стоп. Что такое? О чем речь? А речь о том, что Христа распяли в пятницу. В день перед Пасхой, перед Песехом. И он был распят, мучим распят, воскрес, по положенному огробу, затем воскреснет, а они праздновали Пасху. И радовались, что все совершили. Они теперь чистые, разбойники, как они думали, и бунтаря убили. Об этом и пишет. Это был Спаситель. Об этом пишет блаженный Ироним. «Это сказано о той трапезе, где они радовались смерти Христа, съедая Пасху. Да будет трапеза их сетью, и нетами и петлею, возьми, где им». Разве тебе... И еще есть из нее такие слова. Цитата. «Разве тебе не покажется достойным одобрение желающим им того, благодаря чему уменьшатся их грехи? Ведь гораздо лучше не разуметь, чем разуметь дурно». Это пророчество говорит о «поивших Спасителя уксусом и желчью». Конец цитаты. То есть, здесь говорится о том, что ошибаться может каждый. Помните эти слова? Ну, зачем же упорствовать? Действительно, многие из них, видя, что это не просто человек, не просто бунтарь, тем не менее, они заглушили голос своей совести, через которые Господь благодатью Святого Духа подсказывал им и призывал к покаянию. Но они возлюбили больше что? Человеческую правду, которая в кавычках, нежели справедливость и любовь Божию. Далее мы читаем с вами 11 и 24 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть никак, но от них спасение и от них падение, спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность? Это интереснейший стих. Светлана Златоуст пишет по этому поводу, цитата. «Здесь апостол говорит так, чтобы им понравиться. Ведь даже если бы они тысячи раз пали, язычники не спаслись бы, если бы не приняли веру». «Если бы не приняли веру». «Точно так же, как иудеи не погибли бы, если бы не упорствовали в неверии. Но, как я сказал, он утешает их павших с избытком, внушая им уверенность в их спасении, если они передумают». Конец цитаты. Не надо думать о том, что здесь какой-то механизм. Вот они пали, а другие спаслись. «Мы не верим в закон кармы или в закон предопределения судьбы». Светлана Златоуст здесь дает этому четкое понимание. То есть он, как говорит им, хочет им как бы понравиться и говорит, да, вот что, от того, что вы не приняли. Многие язычники, видя это, приняли. И, как завершает этот стих, есть ли они? Но, как я сказал, он утешает их павших, то есть иудеев, с избытком. Каких павших? Тех, которые пали, но уже готовятся к тому, чтобы принятие все еще раздумывают и так и завершают. С избытком внушаем уверенность в их спасении, если они передумают. То есть передумают упорствовать. Конец цитаты. И, как бы, говорит, вот еще есть одна цитата у свидетеля Златоуста. Также он пишет, другие извлекают пользу от их падения. Цитата. «Апостол опять осуждает иудеев в том, что другие извлекали выгоду из своих грехов, а они не получили пользы даже от чужих достижений». Очень красиво сказано свидетелем, конец цитаты. То есть, говорит, что они извлекали выгоду, но на чужих ошибках учатся. Это очень хорошая пословица. Вот в деле спасения, да, лучше стараться учить, преодолевая искушение, учиться на ошибках других, не впадая в искушение, как мы молимся, не веди нас в искушение. Поэтому, когда искушения подступают, лучше их не впускать в свою жизнь, а преодолевать. И тогда, чтобы их преодолеть, где научиться этому можно и у кого? В священных писаниях и у отцов в церкви. У отцов в церкви, которые, к сожалению, сегодня многими людьми так пренебрегаются и даже можно слышать от людей, живущих и находящихся в церкви, что якобы святые отцы устарели, они уже не дают на ответы современности. Хочу сказать, остановитесь в этих изречениях, побойтесь Бога. Ведь кто такие отцы? Они духоносные отцы. Кто они еще? Они давали определение на церковных поместных соборах с их участием. Это что означает? Значит, они были движимы и есть движимы Духом Святым. А раз это так, то человек, заявляющий о том, что отцы устарели, и не дают чего-то в сегодняшнем современном понимании, и у них этого нет, то они говорят, что чего-то не хватает у Духа Святого. Мне хочется сказать, может быть, в головах у этих людей чего-то не хватает в понимании. Поэтому будем осторожны. И далее апостол продолжает. Вам говорю язычникам, как апостолов язычников, я прославляю служение мое. Не возбужду ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Видите, помните, в прошлой главе апостол Павел так и говорил, я сам готов был отлученным за Христа ради братьев моих по плоти. Он здесь продолжает эту мысль и говорит, что не возбужду ли ревность в сродниках моих по плоти. То есть, он как бы указывает, почему я тогда сказал эти слова, чтобы возбудить в них ревность, чтобы они поняли, что настолько настолько он любит и свой народ, что желает ему спасения и сам, говорит, готов был быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти. Ибо если извержение их, применение мира, то что будет принятие, как ни жизнь, из мертвых? То есть, он их призывает, апостол, как бы принятию Христа и говорит, что это будет ваше воскрешение из мертвых, то есть, из того состояния, мертвого состояния, в котором вы находитесь сейчас. Ибо если отвержение их, применение мира, то что будет принятие, как ни жизнь, из мертвых? И 16 стих. Если начаток свят, то и целы, если корень свят, то и ветви. То есть, здесь апостол Павел говорит о божественном откровении, не просто о народе израильском, как избранном, а о божественном откровении, что божественное откровение, которое они приняли в Ветхом Завете, которое преобразовало собой и указывало на Христа, Спасителя, он говорит, что этот корень свят. Все откровения Божьи Ветхого Завета, они святы. Сегодня можно также слышать от людей, я неоднократно об этом говорю и напоминаю, чтобы не было в этом вопросе какого-то заблуждения, что люди говорят о том, что Ветхий Завет он отменен. Напоминаю, ересь Маркиона. Мы живем сегодня в информационном пространстве, наберите сами, ересь Маркиона, все поймете. Он говорил о том, противоречив словам апостола Павла, которые говорят о том, что начаток свят, что откровение Божие свято. «То не превозносись перед ветвями. Если же некоторые из ветвей отломили, 17 стих, а ты, дикая маслина, привелась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». О чем? О чем речь? Будем помнить, что это послание обращено не только к иудеям, которые находятся в Риме, но и также и к язычникам. Мы видим, что апостол Павел как бы и по-дружески, а иногда и строгостью, как своих единоплеменников, он немного потрепал иудеев, обвинил их в том, что они отпадают, что некоторые из них отломились, что они глухие и слепые. Причем, заметим, что обличает не собственными словами, а словами пророков древних и пророка Исаия, псалмопевца Давида и пророка Моисея. А теперь так наставляя своих единопременников, он теперь обращается к кому? К язычникам. Потому что, прочитав это послание, язычники могли сказать, ну вот, они отпали, эти несчастные жиды, а вот мы теперь здесь великие люди. И теперь он, чтобы не было этого надмения, он как бы осаживает и христиан из язычников. Видите, как говорит, ты не гордись, говорит, дикая маслина, что ты привилась к этому корню. Да, покаялся, да, по благодати, не приписывай это себе. Но самое главное, не превозносись. И мы видим, что как апостол Павел во многих, во всех своих 14 посланиях, он везде старается сохранить вот этот мир в общине, чтобы люди не гордились, не превозносились. Как он об этом в посланиях Коринфянам и скажет, любовь не ищет своего, не превозносится. Вот это очень важное слово. Хотя бы одно качество в этой жизни давайте попробуем исполнить, что, как говорит апостол в послании Коринфянам, это первое послание апостола Павла Коринфянам, 13 глава. Он говорит, любовь не превозносится, не ищет своего. Вот как научиться любить, вот чтобы иметь в себе любовь. Ведь же это не так просто на самом деле. Сказать-то просто, а попробовать на деле. Вот у преподобного Амвросия Оптинского есть удивительный совет. Он говорит так. Начни любить, хотя бы, начни делать дела любви, хотя бы пока, без любви. Слышите? Странно. Как это так? Стоп, еще раз. Начните делать дела любви, хотя бы пока, без любви. Он отвечает на вопрос, говорит, хочешь иметь любовь в себе? Начни дела любви, хотя бы пока, без любви. То есть попробуй делать дела любви. Не жди какого-то эмоционального порыва, что вот сейчас он где-то там придет. Нет. Ничего само собой не приходит. Мы знаем, что получил человек диплом в университете. Ну и что? Сразу пришла практика того, чтобы делать. Нет. Когда она приходит? Она приходит с годами. Поэтому надо пробовать, надо понуждать себя любить других людей. Церковь — это школа любви. А что мешает? То, о чем говорит здесь апостол Павел. Что? Превозношение. Любовь, говорит, не превозносится. Знаете, что мешает? Корона давит всех. Она слишком на голове. И так, и так жмет. Да, очень сильно. Некоторым людям. Ну, мне, наверное, в первую очередь. Итак, скажешь, 19 стих, «Ветви отломились, чтобы мне привиться». То есть, дальше он развивает эту тему. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Видите как? Это обращено к нам. Действительно. Самовозвышение, гордость. Все нам мешают. Я самый хороший. Вот это вот состояние, оно самое опасное. Ибо если бы Бог, как продолжает эту мысль апостол, теперь уже на седание дает язычникам римской общине, которые стали христианами, и говорит, «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Видите? Он здесь прививает что? Самое главное, с чего начинается христианская жизнь. Начало премудрости, как сказано у Соломона. Начало премудрости, страх Господень, благовение перед Богом. Понимаю, что не все от меня в этой жизни зависит, а что во всем есть промысел Божий. От меня только отклик на Божье Слово, на попытки что-то сделать доброе, начать делать, да, начать делать дела любви, хотя бы пока без любви. Попробовать. Это и есть аскеза, упражнение. Попробовать. Без этого не получится ничего. Если не попробую. Так и пишет. Прививает им главное, премудрость. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе не будет, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут, ведь теперь к ним возвращается, но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. То есть, говорит, о тех иудеях, которые еще не приняли Христа. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Видите как? Он теперь как бы иудеев уговаривает. Сначала сказал, что нет у вас язычники преимущества, сначала говорит о том, что, да, потом говорит, но если, сначала унижает иудеев, как бы, которые не покаялись, потом говорит, и вы не гордитесь, а теперь опять возвращается к тем иудеев, говорит, но если вы захотите, вы, конечно, привьетесь. И снова говорит, что, конечно, ваше преимущество в том, что вы знали закон, оно есть. И вот так вот продолжает очень аккуратно, как говорил, как говорил святитель, приходят слова святителя Николая Сербского, Иустина Поповича, по-моему, все-таки ему, да, это его, более древние, он так говорил, сербский святой, что к каждому человеку надо подходить как бы на голубиных ногах, очень осторожно, бережно относиться, и мы видим, как апостол Павел бережно относится к тем, кого Бог призвал под своей благодатью. Ибо не хочу, говорит, оставить вас, братья, в неведении, о тайне севе, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Это интересные слова, по этому поводу пишет тоже блаженный Иероний Средонский. Ожесточение Израиля. Ожесточение Израиля частичное и временное. Когда полное число язычников будет спасено, то избранные иудеи покаются и уверуют во Христа. Все приходящее, все происходящее имеет цель в плане Божьем. Он позволил миру впасть в непослушание для того, чтобы показать величие своей милости. Глубина его мудрости непостижима, но мы знаем, что в конце все, что происходит, совершится к нашей пользе и находится в согласии со святостью и справедливостью. Не хочу оставить братья в неведении о тайне сей. И вот, да, это был такой общий комментарий, общий комментарий, а вот свидетель Златоул, что пишет. Цитата. Павел подтверждает здесь, что не целый народ ожесточен, но многие уже уверовали или уверуют в будущем. Конец цитаты. И еще вот Кирилл Александрийский, цитата. Апостол подтверждает надежду, свидетель Кирилл, апостол подтверждает надежду на то, что со временем спасется и отверженный Израиль, приведя священное речение, ибо Израиль спасется в свое время, призванный последним после призвания язычников. Конец цитаты. Это говорится именно в этом смысле, что в последние времена очень многие иудеи действительно будут принимать Христа как своего спасителя. Я вот, к своему сожалению, в Иерусалиме не был, но, может, Господь позволит, еще буду. Много раз был на святой горе Афон, посещал сербские святыни в других местах мира, но вот не сподобился съездить в Иерусалим, но мне люди, которые там были, вот один человек приехал и говорит, Андрей Иванович, вы знаете, в Иерусалиме я русскую речь слышал чаще, чем какую-нибудь другую, даже еврейскую, и действительно, возможно, это и так. Я очень знаю много, у меня есть много друзей, которые по национальности евреи, и они православные, знаю много священников, евреев, православных, и действительно, занимаясь реабилитацией лица отпавших православия, вижу, сколько людей из сект, то есть пройдя через секты, они выходят из этих сект, они еврейские, по фамилиям можно увидеть, люди еврейской национальности, но принимают Христа, и таких людей очень и очень много, и какое-то, даже заметно, что какой-то идет такой вот понарастающий, поэтому только в этом смысле, если говорится здесь апостолом Павлом, что при покаянии весь Израиль спасется, и нельзя думать, и будет эта ошибка, что кто-то думает о том, что Бог как-то автоматически, без веры, будет спасать людей, снова повторю, что это будет нарушение свободы воли человека, человек не хочет, его спасают, как это. Итак, мы считаем с вами далее, «И сей завет им от меня, говорит Господь, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божи ради отцов, ибо дары и призвания Божия не приложены, как и вы, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, но по непослушанию их». То есть они не стали послушными, а вы как бы восполнили число этих послушных через покаяние. «И вы, некогда были непослушны Богу, а ныне послушны помилованы, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил в Бог непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства!» И здесь апостол Павел восхищается промыслом Божиим. Он говорит, «О, бездна богатства и премудрости ведня Божия, как непостижимы судьбы его и немыслимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто даст ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него им и к нему ему слава во веки веков. Аминь». То есть видим, что апостол Павел здесь говорит о том, что поздно всего это рассуждение он как бы говорит так, «Ну, зачем вот это было все, вот Израиль, вот он избран, ну и был бы избран, и спас себя, а остальные к нему прилеплялись? Зачем эти отпадения, зачем эти сомнения?» И он говорит, «А зачем язычники прилепляются, эти отпадают, потом эти отпадают, язычники прилепляются?» Почему это все так происходит? Он выслекает Польшу, а кто может это знать? Кто может это знать? Это только ведомо одному Богу, это его промысел, он знает, как лучше спасти людей, и в какое время, и через какие, если хотите, обстоятельства жизни. Поэтому апостол Павел так и всклицает, «Ибо все из него, им и к нему, ему слава, во веки, веков, аминь». Спасибо за субтитры Алексею!